Это очень быстрый способ засолить рыбу, но без сложных маринадов. Ого, интересно. Это легко сделать? Это очень просто, а на выходе у вас выйдет такая рыба, которую можно будет даже, знаешь, на праздничный стол ставить. А рецепт на самом деле рассказала мне моя подруга, и он в моей семье прижился на раз-два. Тогда швидка готова. Конечно. Для скумбрии сухого посола вам понадобится скумбрия, соль, лавровый лист, сахар, черный перец горошком, горчица в зернах, кориандр, перец душистый горошком и гвоздика. Надюша заранее разморозила все рыбки для всех наших рецептов. Я и вам нагадаю, как правильно разморозить скумбрию. Это лучше делать за комнатной температурой или на нижней полице в холодильнике. Протягом 2-4 часа заморожена скумбрия должна повельно разморожиться. Не нужно заморожить ее в воду, тем более теплую воду, как иногда это делают. Перед тем, как перейти к приготовлению скумбрии, сначала я покажу вам, как ее почистить, конечно же. Мой совет – работайте с перчатками. Так руки не будут плохо пахнуть. Как хорошо, что у меня есть нитриловые перчатки. Они надзвичайно эластичные и мягкие. Надежно защищают руки, до того же очень чувствительные. В них комфортно чистить любой продукт. А главное – руки остаются чистыми. Каждая перчатка подходит как для правой, так и для левой руки. Очень удобно. Итак, для этого рецепта, девочки, нам понадобится 2 скумбрии, каждая весом около 400 грамм. Перед тем, как чистить рыбу, поверх него можно вкрыть плівкою харчовою. Это очень удобно, вообще. Смотри, я буду показывать на одну из рыб, а ты будешь повторять за мной на другую. Доброе. У скумбрии чешуя очень мелкая и незаметная. Очищать от чешуи ненаметно. Это мне уже подобается. Следует срезать голову и плавники. Ну и хвост, конечно же. И я уже вижу, с какой насолодой Роза очищет. Это ее улюбленное занятие. Как и многих, кстати, девочек. У меня, кстати, одного раза было попробование. Я пришла в гости, и мне дали чистить рыбу. И спостерегали за мной, как я это делаю. И все очень голосно смеялись. А теперь мы делаем вот такой вот продольный разрез на брюшки. И удаляем все внутренности. Делаем это очень-очень аккуратно, чтобы не повредить желчный пузырь. Обратите внимание, внутри скумбрии, на внутренних стенках, смотри, есть вот такая вот черная пленочка. Ее тоже нам необходимо удалить. А теперь нам необходимо промыть рыбу под проточной водой, но очень аккуратно, чтобы не повредить мясо. Промакиваем хорошо полотенечком рыбку. А теперь мы займемся специями. Две столовые ложки соли отправляем в кофемолку. Две чайные ложечки сухой горчицы. Две штучки гвоздики. По одной чайной ложке сахара и кориандра. Дальше шесть горошинок черного перца. И четыре душистого. А также мы ломаем туда руками четыре лавровых листика. Мои вы умнички, молодцы. Теперь перемалываем все в порошок. Прекрасно. Рукат нам понадобится для того, чтобы рыбка хорошо промариновалась. Взручно. Дальше мы перекладываем нашу рыбку в рукав. И завязываем с другой стороны. Отправляем рыбу на нижнюю полку в холодильник. Именно на нижнюю, потому что там самая низкая температура. И оставляем мариноваться, девочки, на двое суток. Рыбку сюда. Две добы? Мы что, не скуштуем рыбку? Да перестаньте, девочки. Я же, конечно же, приготовила рыбу и принесла. Надюш, а я попрошу тебя взять одну луковицу и нарезать ее полукольцами. Лук нам необходим для подачи. А я вот люблю просто так ести цибулю с рыбой. И говорит, знаете, вот есть такая традиция. Если ты ешь цибулю, обовязково тебе зателефонуют твой коханый, если вы там еще не живете разом, або вы на зимыжня. И запросить на побачение. Закон подлости. Так, у меня так завжди просьбовывало. Так, достаем рыбку из рукава. И промываем хорошенько под холодной водой от соли и специй. А теперь просушиваем рыбу, чтобы она не скользила, и мы с легкостью ее нарезали. Это мы легко сделаем, потому что у меня есть паперовые рушники, которые умыть, приберут зайву вологу. А главное, не остаться на продукте. Очень удобно. Наталка, подай мне, пожалуйста, рушники. Пожалуйста. Дякую. Рыбка сухая. Отлично, девочки. А теперь нарезаем рыбку порционными кусочками по 2 сантиметра. Выкладываем на тарелочку, подаем с кольцами лука и дижонской горчицей. Пригощаймося! Как нижно просолена рыбка. Слушайте, я иногда не очень люблю, когда слишком много соли, а тут и соли, и специй. Очень вкусно. Тут нет такого специфичного запаха, очень нежный аромат. Дякую. Вона пряна, и вона очень мягкая. Конечно. Еще так картошечку в мандирах. Картошечку. Побольше цибульки. Надзвичайно смачно и так легко приготувати. Наталечка, я у захваті. И это лишь 10-е место.